Национальный университет Одесской юридической академии традиционно масштабно отметил День юриста. Праздник для профессорско-преподавательского состава вуза и всех студентов можно поистине считать профессиональным. В этот октябрьский день руководство юракадемии получает поздравления от почетных гостей. Руководство области, выпускников университета, председателей судов, руководство юстиции, заслуженных юристов Украины и профессионалов своего дела. Президент Одесской юракадемии Сергей Кивалов наградил лучших правоведов региона за вклад в развитие науки и достижения в юриспруденции. Подробности в сюжете моих коллег. Профессия юриста давно и прочно занимает лидирующие позиции в рейтингах большинства стран мира. Эта профессия весьма престижна. Но стать качественным специалистом в сфере юриспруденции совсем непросто. Национальный университет Одесской юридической академии – флагман в сфере высшего образования, которое на протяжении многих лет готовит профессионалов для страны. Выпускники юракадемии – молодые люди, гарантированно получающие рабочее место. День юриста – один из главных праздников в университете, на котором ежегодно награждают всех выдающихся правоведов, как теоретиков, так и практиков. Мы стояли у истоков создания этого праздника, который объединяет всех юристов. Это было в далеком 97-м году, когда мы убеждали президента Украины Леонида Даниловича Кучму, что давайте сделаем один профессиональный праздник, который объединит и адвокатов, и судей, и прокуроров, и следователей, и нотариусов – всех в один день. Остановились на дате 8 октября. Почему именно выбрали эту дату? Да потому что в 1016 году великий киевский князь Ярослав Мудрый подписал известный свод законов под названием «Русская правда». Я горжусь, что мы тогда в свое время убедили президента Украины, это и Союз юристов Украины, это и Министерство юстиции Украины, и другие заинтересованные ведомства подписали соответствующее прошение, и президент Украины подписал соответствующий указ. От множества юристов и от всех, кто заканчивал юрокадемию, мы хотим выразить Сергею Васильевичу Кивалову огромную благодарность за возможность обучаться сегодняшним студентам и за то, что он нам дал такой толчок в жизни, на самом деле качественный, на самом деле всегда все какие-то инициативы поддерживались, лично им поддерживались, и это побудило нас к тому, что мы должны и имеем право развиваться, что мы должны реализовывать все свои инициативы, потому что вот это вот желание было заложено именно здесь, и возможности были заложены именно здесь. Сергею Васильевичу отдельное, лично от меня спасибо за образование, за возможности, за волю и веру и силу духа, потому что это тоже воспитывалось здесь. Желаю продолжать развивать и юридическую науку, фактически одним из основателей, вот в таком новом формате стал именно Сергей Васильевич Кивалов, и желаю продолжать развивать юрокадемию, чтобы она была самым мощным, самым сильным вузом и вузом номер один. Традиционно в этот день руководство университета принимает поздравления от почетных гостей. Они в свою очередь отмечают вклад юрокадемии в развитие Украины как правового государства, в котором верховенство права на первом месте. Квалифицированный юрист, знающий и успешно применяющий знания, полученные в академии, залог успеха города, страны, да и любого места, где бы специалист не работал. Действительно, эти люди приходят к нам на работу, и даже на сегодняшний день не только приходят на работу, а приходят студенты на стажировку в областной совет. Можно с уверенностью сказать, что люди, которые выпускаются с этой юридической академии, реально высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. Отдельно хочу сказать большое спасибо Сергею Васильевичу, потому что я понимаю, что без его такого участия, без его кропотливой каждодневной работы и заботы об этом учебном заведении, его бы практически не было. Девиз академии «Знать право, служить праву, защищать право». С этим успешно справляются сотни тысяч выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия», которые сделали выбор в пользу юриспруденции и работают во всех сферах правоохранительной деятельности, судебной власти, адвокатуры, исполняя свои профессиональные обязанности как в Одессе, так и во всех городах Украины. На главное празднование в юрокадемию пригласили заслуженных юристов страны и профессионалов своего дела, которые с удовольствием поздравили своих коллег. Не люблю слово «элита», правда, но юридическая элита как бы не только города Одессы. И приятно находиться в такой компании, потому что, наверное, в любой профессии, когда ты отдаешься профессии полностью, тебе хочется расти, тебе хочется определенного признания. Поэтому спасибо за признание, спасибо за приглашение, спасибо родной юридической академии. И более того, здесь училась не только я, здесь учились и учатся оба моих племянника и несколько других моих родственников. Она стала для меня абсолютно родной с момента поступления и, в принципе, не заканчивается. Я буквально две недели назад защитила здесь кандидатскую. Я крайне тоже этому рада, потому что это то, к чему я долго шла. И благодарна, в том числе, академии за оказанное содействие, за помощь, за помощь здешних преподавателей, которые тоже, на самом деле, отдаются профессии, отдаются делу. С великим задоволением отримал нагоду бути присутним на цей юрочистей події, яку щорок организовывает шановная людина Кивалов Сергей Васильевич. Хочу приветствовать всех студентов, будущих студентов, выпускников, всем святом, всех, кто связан с этой профессией. Вона очень важна в нашей стране. Что бы я хотел пожелать студентам, что бы я хотел пожелать уже профессионалам, каждому в своем направлении, это всегда, и осуществлять поступки, и принимать решения, которые максимально приближены к справедливости. За эти поступки нас будет оценивать общество. И благодаря этим поступкам наше общество будет становиться все более демократичным и правовым государством. В Центре юридического образования и науки в Украине, а именно таковым является Национальный университет Одесская юридическая академия, большое внимание уделяется международному сотрудничеству, возможностям изучения и практики иностранных языков. Десятки студентов, аспирантов и преподавателей университета ежегодно выезжают на обучение или профессиональную стажировку в ВУЗе Европы и США. В Юрокадемию регулярно приезжают гостевые лекторы, адвокаты, судьи, прокуроры, ведущие преподаватели престижных ВУЗов, передающие свой зарубежный опыт в сфере юриспруденции. Казалось бы, это было недавно, когда мы создали Одесскую государственную юридическую академию. 23 года пролетело, и вот сегодня ВУЗ крепко стоит на ногах. Мы гордимся своими выпускниками, которые сегодня работают и в Верховном суде, являясь судьями Верховного суда, работают и в Национальной полиции, и следователями, и стоят у руководства Национальной полиции. Я горжусь то, что мы готовим хорошую плеяду адвокатов, потому что председатель Национальной палаты адвокатов возглавляет Наблюдательный совет Национального университета и юридическая академия. Я горжусь теми следователями, которые работают в службе безопасности. Я горжусь теми, кто сегодня, получив хорошее образование, становится народными депутатами. Со всей Украины приезжает именно в Одессу для того, чтобы получить здесь хорошее образование. Это и город Киев, и Львов, и Тернополь, и Ивано-Франковск, и Херсон, и Николаев, и сама Одесса. И одесситы знают, что лучшее образование, и не только одесситы знают, знают во всем нашем государстве и в Европе, что лучшее образование дают именно в Одессе. Лучшее образование дают в Национальном университете Одесской юридической академии. Подавляющее большинство сотрудников, выпускники именно этого лучшего вуза, Одесской национальной юридической академии. Почему? Потому что здесь есть лидер. Это лидер, который с каждым годом только приумножает, делает академию сильнее, делает академию лучше. И она лучше не только на территории нашей прекрасной страны, нашей Украины. Мы можем говорить, что и в Европе это одно из лучших учебных заведений. Очень много у нас делается, очень много хороших специалистов, профессионалов, которые действительно знают свое дело. И практически все – выпускники национального университета. И знаете, это еще раз подтверждает и говорит о том, что не зря мы здесь проводим время, не зря мы работаем. Здесь мы – преподаватели, сотрудники национального университета. Это стимулирует, это заряжает на то, чтобы дальше продолжать свою работу, деятельность по подготовке высоко квалифицированных специалистов в области юриспруденции. День юриста – это праздник для каждого из нас. Потому что каждый из нас, граждан Украины, нуждается в том, чтобы наши права соблюдались, чтобы закон действовал. Вот почему мы молимся о юристах, дай бог им силы, крепости духа и, конечно же, веры в свое призвание, в свое предназначение. Национальный университет Одесская юридическая академия приветствует и поддерживает систему подкрепления теории практикой. Именно поэтому УУЗ заключает множество меморандумов и договоров о сотрудничестве для своих студентов с различными структурами. Выбирая юрокадемию, молодые юристы не только узнают профессию изнутри, благодаря насыщенной студенческой практике, но и получают возможность дальнейшего трудоустройства. С практикой у юристов академии проблем нет. Органы исполнительной власти, суды, адвокатские объединения, нотариальные конторы и, конечно же, первый шаг для каждого начинающего практика – юридическая клиника. Те люди, которые приходят к нам по направлению на практику, совершенствуют свои знания. Ту колоссальную базу, которую они получили в этих стенах. Я не видел в составе таких студентов людей неинтересных. Я не видел людей, которым было бы все равно. Это самое главное. Потому что университет учит думать и учит правильно относиться к жизни. Наверное, это самое главное в становлении выпускника. Любым людям нужна практика. Все приходит с опытом. Но по уровню знаний и металлургической подготовки мы считаем, что это достаточно высокий уровень. Для юриста я могу сказать, учите гражданский кодекс, как когда-то говорили нам, от корки до корки. Президент университета Сергей Кивалов уже традиционно награждает лучших из лучших. По словам юристов, получить такой знак отличия от президента юракадемии – почет и признательность. Это по честному признаку. Очень приятно, что юридическая академия признает вклад нашего суду, коллектива нашего суду в практическое учение, которое мы дадим студентам юридической академии. Вы знаете, очень знаково и приятно получить награду накануне нашего профессионального праздника – Дня юриста. И я хотела бы сказать, что это заслуга всего нашего большого коллектива – юридической клиники. И в юридической клинике работают не только студенты, но и работают практикующие юристы-адвокаты, ученые, преподаватели. И хотела бы сказать огромную благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, нашему президенту нашего университета, в создании такого социального проекта, как юридическая клиника, которая помогает нашим Одесситам уже многие годы. Национальный университет Одесская юридическая академия – признанный лидер в сфере высшего образования. Более 15 тысяч студентов, около 3 тысяч преподавателей и сотрудников, более 100 профессоров и докторов наук, 5 специализированных советов по защите докторских диссертаций. Именно поэтому День юриста в юрокадемии – не просто обычный день в календаре. Я хочу от имени многотысячного коллектива нашего университета поздравить многотысячную армию юристов, не только Одессы, но и нашей большой огромной страны. Я хочу пожелать самое главное, чтобы все юристы были востребованы. Я хочу, чтобы они были счастливы, чтобы в их семьях, в их домах была любовь, достаток, благополучие. И пусть нас всех хранит Господь. С праздником! С Днем юриста! С Днем юриста!